Какие они? Основа государства. Что такое Россия? Кто мы и куда идем? На эти и другие вопросы должен ответить курс нового предмета «Основа российской государственности». Мира вам, я Ханжан Курбанов и это моя идеологическая ремарка. Ставрополь собрал политологов, историков, социологов, правоведов со всего Северокавказского региона. На курсы повышения квалификации и выработки единая программа с региональным компонентом. Нового в истории российского образования предмета, который охватит студенчество первых курсов высших учебных заведений. Что же это за курс и для чего он понадобился? Думаю, не надо объяснять. Или все-таки надо? Министерство науки и высшего образования России сообщило, что в российских вузах сентября 2023 года будет введен курс «Основы российской государственности». Глава ведомства Валерий Фолькова объяснил необходимость курса тем, что благодаря ему у студентов будет формироваться осознание преднадлежности к обществу, а также развиваться чувство гражданственности. Этим основа обеспечивает и воспитательную цель. Проще говоря, нужно выращивать поколения патриотов, которые за бирюльки не продадут родину. Новый учебный курс депутатам Госдумы еще весной представляли замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова и научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин. Этот курс результат на самом верху приходящего, наступающего, не спадающего, как хотите, осознания и понимания, что так дальше нельзя. И прежде всего нужно возвращать понятие чувства страны и родины в образование. Мы в течение этих 30 постсоветских лет окончательно девальвировали и растеряли свое ДНК, духовно-нравственный код. Произошла люмпинизация общества и власти. Думаю, не надо объяснять, кто такие люмпины. Деклассированные элементы, бродяги, проститутки, воры, в общем, преступники и люди с ярко выраженной демиатной и криминальной сущностью и наклонностями. Это когда любая вещь продается и покупается. Тотальной коррупцией пронизано все сверху донизу. И все делают вид, что ничего не происходит. Это потому, что поколение Next еще не подросло, а подросшее взирает равнодушно, пытаясь приспособиться. Но самое страшное, что произошло за эти чуть более три десятка лет. Мы потеряли чувство родины. Родина для многих оказалась там, где лучше платят, лучше кормят, лучше учат. Пока здесь в России паразиты, жулики и разного рода остапы, обендеры создавали свою вертикаль общества и государства. Под себя подминая и совесть, и честь, и закон, приспосабливая, адаптируя, интегрируя ее в свою корпоративную этику и параллель, из страны утекло много умов и людей. А самые продуманные и ресурсные господа заполучили гражданство того самого коллективного Запада. Вот что произошло со страной. Образование. А что образование? Образование продолжает катиться вниз. Из старших классов вывели историю родного края и нацелили детей на ЕГЭ. Успех, вы должны быть успешными, говорили детям умные дяди. Нужно больше зарабатывать, чтобы больше тратить, больше есть, пить и кайфовать. Молодежь страны подсадили на наркотик успешности. Все соподчинили ему. Неценностный рост, осознанность, осмысление, а успех. Можно даже через голову людей шагать. А как же Родина? Ее подвиги, люди, история. Ее нужно быстренько забыть, потому что по разумению архитекторов по советскому образованию ничего хорошего в ней нет. Теран Сталин, репрессии и гонения. А мы вам дадим свободу. Ну, чем не сатанинский призыв? Тотальный обман, в который погрузили молодые души наших соотечественников. Какое отечество? Вам в Ютьюбе объяснят, что его нет, если не успели объяснить по телевизору демократической России. Причем для кавказца будут объяснять следующим образом. Россия враг. Они ваших предков убивали, унижали, изгоняли. И потому надо не переставая тащить кинжал. А что в результате? В результате готовое поколение маргиналов, радикалов и террористов, которые бегают по горам и лесам, якобы ради чистого ислама и во имя Всевышнего. Вот так нам врали, облапошили наших юнцов. Да и не только. Сатана, он умеючи это делает. А что же сейчас? Конечно, одним курсом основу российского государства, разом и быстро, как мы привыкли, все не изменишь. Но с чего-то надо начинать. Итак, курс будет состоять из пяти блоков. Что такое Россия? Российское государство-цивилизация. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Политическое устройство России. И вызовы будущего и развития страны. Надо показать, что такое Россия, что это цивилизация, и в нее вкладывались все народы, в том числе и северокавказские. Рассказать об институтах власти и тем самым сформировать политическую, правовую, социальную культуру. Все показывать на примерах, на фактах, цифрах, пальцах. Как шла непростая, но интеграция. Анализ нужен. Синтез, генерализация, логика, интеллектуальная интуиция. В общем, использовать весь комплекс инструментария и рассказать студентам о том, что мы все вместе строим одно государство. Пояснить, что мировоззрение России базируется на монотеистических основах религий, которые едины для всех конфессий. Что есть общечеловеческие начала, которые идут из глубины веков. Приводить примеры. И не забывать про то, что все народы России внесли и вносят свой вклад во все успехи, победы и достижения страны. А то нам различные шайтаны с умыслом пытаются объяснить, что между нами не может быть ничего общего. Предки уже все сказали. А без знаний исторических фактов каждый раз нам будут рисовать свои версии. Кстати, задачей преподавателей, съехавшихся со всех регионов СКФО, как раз и было разработать на базе курса региональный компонент. Один из авторов курса Андрей Полосин обозначил глобальные цели курса, и меня заинтересовали несколько пунктов. Курс должен стать стартовым компонентом изменения подхода к построению будущей профессиональной деятельности и цели ориентации. Изменить подготовку инженеров, обслуживающих чужие технологии, на подготовку инженеров, создающих новые технологии. Изменить подготовку специалистов, удовлетворяющих собственные потребности, на подготовку специалистов, готовых ответить на системные вызовы, которые существуют и задачи, которые дает государство. Как пояснили слушателям курсов, импульсом к формированию курса, а прошло уже две сотни встреч, конференций, обсуждений, по всей стране стало осознание, что нужно остановить утечку инженерных и технических кадров, которые все это время покидали страну и находили благодатную почву на Западе. То есть запрос на курс шел от технарей. А почему они покидали страну? Не потому ли, что зарплата инженера, а также и преподавателя, стала синонимом унижения и остаточного принципа? Чтобы инженеры не обслуживали чужие технологии, нужно а. улучшить условия работы этого класса, б. ускорить рассмотрение и реализацию их разработок во благо развития страны. Все гениально просто. Курс нужен и потому, что большое количество молодежи не знает элементарных истин, снабженных историческими фактами, а ими интерпретируют, вырывая из контекста другую историю. И любить свою страну нужно не по разнарядке и профессии, а по своему коду ДНК, духовно-нравственному коду. Код нужно подпитывать и взращивать. И нужно возвращать историю родного края с 1 по 11 класс и сделать по основам российской государственности обязательный единый госэкзамен вместо обществления. Тогда у нас с кодами будет все в порядке, хотя и не сразу. Нам нужны и инженеры, и инженеры человеческих душ. Оставайтесь людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова